Ты согрела полпланеты, сто народов, сто племен. Мы твои родные дети, пусть синее небосклонны. Основы дружбы закладывают в детстве дружбы людей и целых народов. На конуе Дня народного единства эти вопросы особенно актуальны. В этом году 15 детских садов Барнаула впервые приняли участие в тематическом фестивале. Репетировали, шили костюмы, изучали культуру. У меня руссконародный костюм. Мы будем показывать сказку «Репа» на чувашском языке. На сцене 182-го детсада выступили больше сотни ребятишек. Потрудиться для этого пришлось не только воспитанникам, но и их родителям. В процессе подготовки к этому дню мамы и папы рассказывали детям об истории семьи и своей национальности посвящали в традиции. Рассказывает про свою фамилию, про порни свои, представляет фотографии дедушек и бабушек и в национальном костюме. Называется «Тарас», ободевается повязка, жилет и то есть национальные мотивы должны быть на костюме. Проводить такой праздник детскому саду номер 182 уже привычно. Его воспитанники разных национальностей – русские, азербайджанцы, таджики, армяне, буряты, башкиры – и все они дружат. Прекрасно ребята входят в нашу общность. Вначале, конечно, они поступают в детский сад, возникают какие-то проблемы психологические, может быть, что ребята в другую общность, в другую среду пришли. Это языковой барьер. Но потихоньку, потихоньку как-то… А наши ребята выступают для них наставниками. Благодаря тому, что сейчас в садах и в школах ввели образование именно этого плана, то есть неурочные уроки, неурочные занятия, то дети сейчас, наверное, родители стараются больше понимать и принимать и ситуацию, и те ситуации, те поводы, по которым люди других наций выживают в нашей стране. Фестиваль такого формата провели в первый, но наверняка не в последний раз. Педагоги уверены, патриотизм, уважение к народным традициям нужно воспитывать с малых лет. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.